Если вы знаете, что такое, когда стрелки постоянно норовят куда-нибудь убежать, они отпечатываются, они смазываются, они куда-то уходят, и вы просто уже задолбались искать метод, который упростил бы данный вопрос, то сегодня видео для вас, потому что покажу вам лайфхак. Стрелки я просто обожаю. Это часть моего макияжа почти во всех видео, которые я для вас снимаю. Вы можете заметить, что я со стрелками, и все мои клиенты практически их обожают, многие их любят, многие без них свою повседневность вообще никак не могут представить. Поэтому давайте сегодня попытаемся сделать наши стрелки наиболее стойкими, красивыми, графичными, четкими и дружащими с вами на протяжении всего дня. Поехали! Как я часто делаю вам обзор косметики из магазина Ева. В частности, был недавно ролик о косметике Lamelle, и вы меня попросили также поснимать что-нибудь из макияжа на непосредственно Lamelle. Демонстрирую. Вы можете сейчас заметить, что такое впечатление складывается, будто бы у меня болезненный вид. Это связано с тем, что тон, то я в принципе нанесла, но на верхние веки, нет. Это огромная ошибка многих девушек, они думают, что вот, ну там, в принципе, сгладила лицо, а на веки не наносят. Нет, девочки, супер нужная вещь. Демонстрирую, почему и как. Вам взяла сегодня Lamelle Stay Matte. Показывала вам данный продукт, очень классный, очень стойкий. Для демонстрации макияжа тон 404. Достаточно распространенный такой оттенок для европейского типа кожи и оттенка, поэтому если вы ищете что-нибудь бюджетное, присмотритесь именно к нему, и скорее всего, вот скорее всего, именно этот оттенок вам подойдет, потому что он, вот он просто бежевый, вот он без розовинки, без какого-то холодка, без каких-то белесых моментов, вот он хорошо вытягивает оттенок кожи, и большинству девушек он подходит. Беру на пальчик небольшое количество тона и куда наношу? На верхнее веко, демонстрирую. Вот они пока еще без тона. Почему важно наносить тон на верхнее веко? Потому что здесь у нас есть огромное количество сосудиков, и если мы хотя бы чуть-чуть устанем, недоспим или перегуляем, то глазки наши будут красные, некрасивые и будет в общем несвежий вид. И максимально освежить ваш внешний вид можно именно как раз, ну при помощи белого карандаша на слизистую, безусловно. Мерцающие моменты во внутренний уголочек хайлайтером добавили сюда-сюда и под бровь. И также обязательно, обязательно я просто вас умоляю, наносите тон на верхнее подвижное веко, даже если вы просто красите ваши ресницы. Напишите мне в комментариях, знаете ли вы об этом правиле, всегда ли вы наносите тональную основу и на веки верхние тоже, или нет, мне будет любопытно. Я беру капельку продукта и наношу на подвижное наше веко вот сюда, достаточно обильно и плотно, не жадничаю. Вот таким вот образом наношу я тон под самую-самую бровь, захожу вот эту вот ямочку, которая чаще всего темная и придает нам как раз вот этот вот такой уставший, такой какой-то зачуханный вид. Вот сюда прям вот залажу пальчиком, вот я прям пальчиком наношу. Вы можете и кисточкой наносить, но я облегченный вариант вам демонстрирую. Конечно, клиентам в лицо я лезть пальцами не планирую и не занимаюсь этим, но себе вот обожаю пальцами, мне приятно, нравится такой еще массаж, немножко расслабляющий, собственно говоря. И показываю вам сейчас наглядно, как выглядит веко с тоном, вот оно, и без тона. Вы можете видеть, что этот глаз такой более болезненный, более уставший, а этот сразу распахнутый такой, свежий, и вот уже готовая подложка для нанесения дальнейшего макияжа, то есть вы можете уже дальше творить, что хотите. Если вы просто нанесете базу под тени, она по большей части просто прозрачная и со слегка-слегка, и таким еле-еле оттенком, она не такая плотная, как основа, не такая плотная, как консилер, вы также можете использовать консилер, нанося его на верхнее веко. Тут уже вам выбирать, я демонстрирую сегодня с тоном. И наглядно сейчас показываю вам этот глазик и этот глазик. Очевидная разница, насколько свежий и подтянутый. Можете рисовать форму, какую хотите, вы можете увеличивать, уменьшать, вытягивать. Стрелки, тени, просто ресницы, что хотите, то и делайте, это уже вам решать. Поэтому вы увидели разницу до, до и разницу после. Вот прекрасно видно, как у нас глазки теперь выглядят. Я наношу опять же капельку тона на второе веко, чтобы подготовить его также к рисованию стрелочки. И очень часто мои клиенты говорят, вот вы сделайте мне такой макияж, как у вас, вот такие же тени светло-бежевые, нежные, такие прям нюдовые. Я говорю, стоп, у меня нет сейчас теней на глазах. Как нет, есть у вас тени? Я говорю, нет. Нет, ну посмотрите, у вас красивые бежевые тени. Я говорю, нет, это не тени, это просто тональный крем. Да, вы серьезно? Я говорю, серьезно, просто плотненько наношу тональную основу, поверх нее рисую сделки. За счет этого, кстати, они значительно, значительно получаются графичнее. Резче и выразительнее, и такие более-более четкие. Итак, я наношу. У меня тут дружок мой вылез, тоже ж поделаешь, приходится вместе дружить и сосуществовать. И вот вы сейчас наглядно можете видеть разницу, разницу до-после, точнее вот вспомнить, что было до. Вот посмотрите на шею, на вот кожу здесь, она просто такая розоватая, не потому, что с ней что-то не так, а просто потому, что она загорает. Выходите по улице, и для того, чтобы сравнять тон лица, нужно это делать, эти нюансы. Для съемки в идеале еще и сюда заходить, чтобы сравнивать вот это все дело, как у меня сейчас вены видны. Сейчас я сниму видео, и бегу в зал, чтобы для вас быть ниже рабасиной. Кстати, кто смотрели мои старые ролики, наверняка заметили, насколько много я сбросила и как сильно поменяла свою фигуру. Если вам будет интересно о питании, о тренировках или чем-нибудь таком, о моей истории, как я сбрасывала вес, там у меня как подруга моя говорит, к тебе заходишь на старые видео, а у тебя там такая морда такая большая. Я говорю, ну блин, что сделаешь? Ну была такая, сейчас такая. Это же хорошо, что можно что-то поменять, если есть желание, силы и цели, устремленность. Итак, вот мы сделали вот это вот дело. Я думаю, еще можно на прыщик немножко капнуть. Вот сюда, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук. Очень важный лайфхак, нанесите на подвижное веко, перед тем, как будете рисовать стрелки, просто матовые, бежевые, светлые тени, которые придадут вам стойкость или пудру. Если вы часто пользуетесь пудрой, также можете прибегнуть к использованию пудры. Я беру палеточку, демонстрирую вам ее. Я вам ее показывала в обзоре косметики. Ламель, оставляю ссылочку где-нибудь вот тут, посмотрите, там тщательный обзор всех оттенков данной палетки. Оттенок палетки 404. Это он был, да, 404? 404-я. Это iColors2Go. Ламель, кстати, тоже. Е2. Кстати, очень кайфовая кисточка, форма у нее невероятно классная, она такая кругленькая, мягкая-мягкая наносит, очень хорошо, нежно и растушевывает тоже в хорошую такую нежную дымку. Набираю теней бежевых, просто бежевых теней. Наношу на подвижное веко перед тем, как рисовать нашу стрелку. И этот лайфхак, вы можете взять абсолютно любые тени, бежевые, не берите сильно шиммерные, если у вас нет цели прям рисовать какой-то супер праздничный макияж. Если вы просто хотите сделать дневные красивые стрелочки. Просто нанесите вот так вот на подвижное веко. Обратите внимание, что на вот эти вот места тоже нужно тщательно наносить тени, потому что именно в этой зоне чаще всего, если замечали, начинает отпечатываться ваша стрелка. Поэтому сюда особенно тщательно нанесли. Вы можете даже не затемнять вот эту вот складочку внутреннюю. Вы можете просто пройтись бежевыми тенями, и ваша стрелка будет с вами дольше жить. И нанесли. Видна вам сейчас разница? Еще стали веки более светлыми и свежими. Можете остановиться просто на использовании тональной основы, если она у вас не сильно жирная, и веки у вас не сильно жирные отпечатываются у вас не очень быстро. Лайфхак такой для самых вредных век, самых таких прям жирных, сложных. Конечно, у меня форма век такая, что у меня вот этот уголочек, внутренняя часть века, она уже сама по себе глубокая, и мне ее можно и не затемнять, а если затемнять, то она наоборот будет слишком глубокой. Но вы, в зависимости от того, чего вы хотите, вы делаете так, как подходит конкретно вам. Я советую для дневного макияжа даже не затемнять, даже не затемнять и просто пройтись вот такими вот матовыми-матовыми тенями. Копечная стоимость этого ламеля, если что, продается в Еве, и стоит, я взяла его тогда в районе, по-моему, 48 гривен за, come on, 6 оттенков, да? 6 оттенков, и я вам там демонстрировала наглядно обзор. Я беру подводку от фирмы LCF, не ламель, если что, если что. Она у меня тут есть. Но я потом расскажу, почему в данном макияже не будет участвовать подводка от ламель. Вот так, чтобы у меня было вам видно. Так. Видно вам? И вот я прорисовываю вдоль верхнего века. Часто многие спрашивают, как рисовать стрелки. Вот я повторяю линию ресничек. Конечно же, если вы будете часто рисовать стрелки, вы научитесь делать так, чтобы рука не создавала вам кардиограмму. Вот она линия. И дальше я уже тяну хвостик туда, куда мне хочется. Так. Я хочу сегодня немножко к веку. Свожу вместе две линии. В крайнем случае беру ноготок и оттягиваю сюда вот кончик. И заполняю дырочку. Обожаю, как видит глаз, после того, как нарисуешь стрелку. Вот он какой он, этот глаз. Я его даже чуть-чуть увеличила тем, что я подняла немного стрелку над верхним веком. То есть линию роста ресниц я как будто бы расширила. Вы можете это наблюдать сейчас. То есть здесь глаз стал более таким приподнятым, а здесь он как будто бы начинается позднее, чем тут. И вот вы можете видеть, насколько большой контраст между вот этой вот частью, где мы прорабатывали тоном и тенями, и черным оттенком. То есть мы сделали такую контрастность максимально яркую в естественных оттенках. То есть мы не делали, конечно, самый жесткий контраст, это будет черный и белый. Но если мы не хотим все-таки прорисовывать века белыми тенями, то просто делаем нежно-бежевым и черным. И этого будет достаточно. Сейчас быстро нарисую вторую стрелку, чтобы вас не задерживать. Тушь у нас тоже от Lamelle, была в обзоре. Это Oh My Lush. Реально очень-очень классная тушь. Стоит также сущие копейки. Хорошо приподнимает реснички. Не создает никаких комочков. Кстати, вы красите нижние ресницы? Ну-ка скажите. У меня есть клиенты, которые говорят, нижние ресницы не красим ни под каким предлогом. Я с ними выгляжу. Знаете, какое сравнение делать? Как корова. Как вам такое сравнение с нижними ресницами, как корова? А я не против. Мне нравится. Чаще всего нравится. Так-с. Добавляем реснички. Сейчас ничего особо не вырисовываю. Просто рандомно добавляю. Чтобы завершить данный образ. Хотя и стрелки, кстати, без ресниц тоже часто смотрятся прикольно. Поэтому можете поэкспериментировать. Проверим. Нигде ли я ничего не смазала. Так-с. Нет, все хорошо. Потому что иногда я в камере там не вижу, а в зеркало потом такая, ё-моё. Это как, оставишь где-нибудь там где-нибудь мазнешь что-нибудь. Блин, никто же не подскажет даже, что ты себе там что-то мазнул. Вот такой лайфхак. Обещаю, что ваши стрелки таким образом продержатся намного, намного дольше. И будут выглядеть еще красивее. Потому что века ваша будет выглядеть свежим, ухоженным, отдохнувшим. Даже если вы не доспали. Даже если вы уставшие и вас ничего в жизни не радует. Освежите их. Раскройте их при помощи тона. Плюс каких-нибудь самых светлых, бежевых, матовых. Подчеркиваю, матовых. Особенно если вы девушка постарше. Все текстуры, которые имеют светоотражающие частички, они как раз подчеркивают рельеф. Поэтому века возрастное имеет уже не такой рельеф, как в юности. То есть они такие упругие. Поэтому их необходимо не так активно прокрашивать перламутровыми текстурами. Это тоже такое важное правило, о котором многие забывают. Я надеюсь, что данный лайфхак вам пригодится. Будете использовать. Скажите еще спасибо. Классно это работает. И стрелки мои теперь наконец-то со мной живут намного, намного дольше. Я вам желаю личного настроения. Рисуйте их. Не бойтесь. Потому что многие говорят, как рисовать стрелки. В первую очередь, вы знаете, это как с тренажерным залом. Систематичность. Рука должна быть набита. То есть вы же тоже не сразу, не все научились рисовать зайчика или котика или еще что-нибудь там вроде. Но при помощи вот какого-то оттачивания и мастерства, при том, что работает активно мелкий моторик ваших рук, вы научитесь ставить вашу руку так, что она не будет дрожать. Рисовать вам вот эти вот кривые линии. Вы просто поставите, научитесь. И линия со временем будет у вас все ровнее и ровнее и ровнее. Это очень важно для наших стрелок. И потом даже в дальнейшем поймете, какой вариант, какая форма подходит конкретно вам. Как вы хотите приподнимать, вытягивать глаза. Или хотите вот такой вот чуть потолще. Или хотите совсем тоненькую миниатюрную стрелочку. Тут уже каждый выбирает то, что нравится конкретно ему. Все. Если было видео вам полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Там вот я прям каждый-каждый день там много чего интересного. И про еду, и про косметику, и про жизнь вообще в принципе и полностью. Я желаю вам отличного настроения. Всего вам самого замечательного. Рисуйте стрелки, становитесь красивее. Все. Побежала в зал. Целую вас всех. И была очень рада пообщаться с вами и отдать вам частичку себя и своего хорошего настроения. Всем пока-пока.